доброго времени суток дамы и господа ну что 7 9 ветка 1 на 7 ячейка на ней мы видим как всегда долгожданного карателя 2099 хороший чемпион данном случае он так как здесь у нас есть тряска в моем исполнении поэтому не даем ему бить на копить энергию соответственно используя спец атаки потому что при использовании спец атаки он будет колоссально большое количество копить энергии и вся изюминка вся фишка карателя сработает поэтому здесь что-то либо добавить или как-то скажем так что-то выделите не первый раз и и объем не первый раз ее трясем кому интересно то следи за сезоном и прекрасно понимает кем и как его бить идем дальше на следующий бой следующий у нас бой это моджи 16 ячейка довольно таки тоже не очень так приятно но я думаю моджи на любой ветке будет неприятно в данном случае нас факел заряд мне нужен поэтому без заряда соответственно все должно пройти изи по плану но на принципе спалернул она так и прошло потому что на факел как бы против мистиков я думаю прекрасно все должны понимать перенимаем его первый спец атаку блок что более-менее разогнать факела не триггер нут ловкость потому что ловкость это и кейди гена деген довольно таки больно бьет при том что еще можно на третьем ранге но ты как мы видим факел подожгли соответственно нужно максимально побольше скажем так урона внести и пофигу на то что я даже триггерю глобалку испепеление все равно выжигает поэтому в данном случае главное не торопиться ничего страшного не опасно его не спец атаки не первая не вторая это только на руку факела соответственно что то ли здесь добавить очень подходящий чемпион против мод же не каких-то там секретиков нету погнали дальше а следующий мне бой это мефисто 26 ячейка захвата оглушения и вот этот момент это мне позвонили вы просто не представляете насколько мне пульс взлетел потому что я так не терпеть не могу эту ячейку так как у меня отдача вкачаны и соответственно здесь как бы нужно использовать спец атаки и мефисто как бы ну короче все как в совокупности нагружается что ну я просто на пустом месте за истерил занервничал но я думаю здесь из что такого чтобы было полезно 1 спец таку принимаем в лицо точнее не в лицо блок извиняюсь и довольно таки все у нас станет easy потому что мефисто просто сам вытекает идем дальше следующая ячейка это у нас уже девятая ветка во второй коробке корк тот самый корк которого нельзя оглушать ну то есть как бы можно но нежелательно короче план действия такое что просто сбиваем ему камни че играем через старую спец атаку вкратце и в частности офицер принципе то же самое сказал и все были ничего но бывают такие моменты когда не получается у конец этого пера спец атаки получается наверное побольше моей части чем кого-то либо поэтому здесь я старался играть максимально аккуратно бой более-менее так растянулся я просто старался его доводить до 2 спец атаки соответственно благодаря 2 спец атаки уже как-то скажем так дамажить или т.д или тому подобное потому что ну испепеление для корга довольно таки больно и все мы прекрасно знаем что у дума как бы энерго урон все дела ему пофигу на дачу корга и главное в этот момент не триггернуть неблокируемость неудержимость и соответственно кстати глобалку триггер ну что он не обратил внимание во время боя только после потом пересмотра боя я заметил что скажем так дух все-таки триггерит и по поводу бустов до бустался я всегда бустая так всегда стараюсь бустаться здесь он мне прижимают блок но принципе ничего страшного потому что вот это вот моменты анимации потом это просто рели забей в таких случаях конечно же спасает мне 2 спец атака но все равно он меня прижал в блок и точнее не в блока в углу и это о чем я и говорю благо что еще усилки остаются с прошлого боя здесь все как говорится пошло не по плану здесь уже пошла истерика он сжал мне в углу мне спарировал немало хп и все и тут уже паника тут уже все подряд кнопочки жмутся спец атаки даются в камни тут короче скажу так по себе довольно таки не очень было приятное чувство но тем не менее я думаю все прекрасно догадываетесь что если этот бой увидите соответственно значит я все-таки это стащил много было ошибок доставлен но я думаю ничего страшно торг у нас падает едем дальше дальше у нас 45 ячейка девятая ветка и мы видим скрулах доволен таки я вам скажу не часто его тряса в частности это было наверное последний раз когда были месячные сюжетки больше не как-то его так не встречал на войне как минимум поэтому скажем так пришлось поминать мне немножечко как на его анимации в частности это было не очень приятно как вы видели на старте видео то что я пропустил пропустил серию могу просто сказать от себя что по большей части на мне повезло так как сработал сотрясу он застанился и он не смог продолжить серию если бы он продолжить серию мне почему-то кажется что я бы как минимум отлетел бы а там может бы сработал бы убийца и совокупности как раз четенько получается что немало количество хп и все таки я смогу вода трясти но в тот момент я вам скажу что это пульс наверно был максимальный последний раз на руку пульс у меня был детом классе на физкультуре и больше ничего не вспомню ну а так скрул ничего не могу по нему добавить не очень он такой сложненький и опять же просто немножечко забыл скажем так анимации поэтому конец таймера еще далеко и он у нас падает следующий ячейка у нас 47 kingpin был уже у меня опыт скажем так неудачный здесь я падал здесь я пересмыслил свой взгляд скажем так на бои и поэтому практически за старт начинаю трясти чтобы kingpin стал уже более таким агрессивным потому что если я не буду зажиматься в угол дрожью блин пацаны ну реально дрожисты поймут тех кто не трясут они как бы не будут сникать поэтому скажу что в первую первым опыт был крайне неудачные kingpin на меня не побежал я неправильно сыграла соответственно он скажем так накопил спец атаку спец атаку он дал соответственно дрожь упала здесь все четенько сработано тяжелая таки я прижимаю себе в угол соответственно энку не копит единственное что я заметил с мода ком по моему то что и когда не так быстро скажем так нажимаешь тяж ну немножечко расслабляешься то тогда она начинает копить и срабатывает ячейка если срабатываем если вкладывать все быстренько за дрожь то ячейка не успевает срабатывать я ее скажем так было чем едем дальше кемпин у нас принципе падает погнали дальше следующая чайка у нас миника это уже игра от лица миши скажем так мерзость на гневе ну довольно таки неплохо интересно нам и на первый взгляд мне кто показал даже это хорошей идеей но теми прекрасно знаем кто у нас есть у нас есть гиля которая принципе не триггерит гнев из ему отравлению с этим принципе здесь ничего такого сложного нету противная первая спец атака которая довольно таки такая скажем размашистая и с этим как бы на этом все скажем так минусы кончаются здесь что-то или добавить или давать какой-то совет сложновато потому что опять же как я думаю все прекрасно знаете мир за себя зарекомендован совсем других ячейках не здесь на мой первый взгляд это мне кажется совсем не для нее не для него кстати это он ли она мерзость подскажите просто комментарии буду очень благодарен поэтому ничего здесь опасного сложного нету мы переносимся на следующий бой ну и последний на сегодня у нас бой это у нас босс killmonger против модака и хочу заметить что неоднократно говорилось в том что killmonger проще бить модака чем соколом на не могу сравнить не могу говорить потому что сам killmonger не бил ну на мой взгляд соколом попроще потому что я соколом бил поэтому здесь кажется каждый найдет нас для себя плюсы и также есть на канале бой сокол против мода как-то видел напишите в комментарии как вам на ваш взгляд кажется кем проще лучше killmonger или сокол спасибо всем за просмотр всем хороших боев удачного дропа оставляю вас наедине с этим боем всем пока пока и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...